Сияет солнце над водою, и лучики искрят в глаза. Как хорошо, что есть такое, и в этом мире мы друзья. Пусть волны плещут, ветер дует, растет трава, цветут цветы, Меня все это так волнует, и ведь в этом мире я и ты. В избытке сил обновления, познавшие радость и любовь, В простом ты видишь все творение, и к жизни новой вновь готов. 4 июля. Ульянов день. Назван в честь святого мученика Иулиана Тарсянина. Когда ему исполнилось 18 лет, было сильно гонение на христиан. Но нежестокие стязания, угрозы, обещания даров не смогли склонить юношу к принесению языческих жертв и к отречению от Христа. Целый год его водили по разным городам, подвергая истязаниям. Но он оставался непреклонен в исповедании веры в Иисуса Христа. Тогда его положили в мешок с песком и разными ядовитыми гадами и бросили в море. Начинала цвести липа. Сегодня было принято собирать ее цветы, как патагонное средство. Из них делали отвары и снадобья, обладающие бактерицидными, жаропонижающими и другими полезными свойствами. С ее помощью лечили кашель, простуду, отравление. Делали специальный липовый порошок, который мог лечить ожоги и останавливал кровотечение. Девушки использовали липу в косметических целях. Так липовый настой делал кожу мягкой и гладкой, а сок липы укреплял волосы. Плохой приметой было, если растущая в саду дома липа засыхала. Это предвещало болезни в семье. Приметы. Если растения поражены мучнистой росой, сегодня лучше всего бороться с ней. Цветки липы, собранные в этот день, обладают целебной силой. 21 век на дворе. У вас все травы и трав. Как так можно говорить про Геннадия Петровича? Его передача так мне вечно помогла. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok